Добрый вечер, коротко о главном. Добрый вечер, коротко о главном. Господин Новак, представитель основного акционера, то бишь государства, сообщил, что Газпрому выдана директива, все-таки предписывающая выплатить дивиденды, те, которые были озвучены в пресс-релизе кампании за первые полугодия 2022 года. Так что очень велика вероятность того, что 30 сентября дивиденды будут выплачены. На эту новость, в принципе, рынок уже особо сегодня не отреагировал, потому что вчера акции Газпрома выросли на 25%, после роста на 7% днем ранее, 3% еще до того. То бишь, ну, в принципе, отыграли новость, продавая на фактах, как говорится, но акции Газпрома очень дешево стоят, исходя из фундаментальной оценки кампании. Поэтому на акции Газпрома сегодня особого внимания никто не обращал. Тем не менее, рынок российский подрос, потому что выросли, например, акции других компаний. Сразу же задумался рынок, а может быть и другие компании с госучастием, не только, тоже последует примеру Газпрома. Вспомнили про Роснефть, которую дивиденды продолжают платить, вспомнили про Улросу. Но главное, это история с Лукойлом. Сегодня бумаги Лукойла подскочили больше, чем на 10% на торгах. Ну, напомню, что Минфин также опубликовал данные по средней цене Юрлс с начала года, которая выросла на 26% до 82 долларов 13 центов за баррель. Напомню, что у нас мало сведений относительно того, как все-таки проходят сейчас торги Юрлс. Но судя по тому, что нефтедобыча России за первые 8 месяцев, то, что у нас есть данные этого года, практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. А цены существенно выросли, хотя и со скидкой все равно. Мы видим, что и по бюджету, по налоговым историям, и по дивидендам Газпрома. А цены на газ и цены на нефть, они, безусловно, связаны. Мы видим, что ситуация не столь критична, а, наоборот, она очень хорошая. ОПЕК прогнозирует дефицит на рынке нефти, но в 2023 году. И мы видим, что котировки Brent сегодня снижаются. Понятно, что ОПЕК плюс на своем следующем заседании предстоящем не будет обсуждать снижение добычи. Именно потому, что нарастить добычу в том объеме, в котором ОПЕК запланировал это сделать, технически пока ОПЕК не удается. Более того, если на конец этого года прогнозируется некоторый профицит на рынке нефти, то ОПЕК прогнозирует на 2023 год уже дефицит на рынке. Все-таки это дефицит на рынке, который прогнозируется только на будущее. Поэтому цены сейчас и падают. С нами на связи Владимир Роженковский. Владимир, приветствую. Рад видеть. Приветствую, Данил. Добрый вечер. Сразу дисклеймер. Есть ли у вас акции «Газпрома», акции, возможно, других российских компаний? И верите ли вы в выплату дивидендов теперь? Ну, а как без акций «Газпрома» были? Я их, естественно, подсократил после известных событий предшествовавших. Логично. И на эту сумму я поучаствовал еще в моем любимом секторе, который, вы знаете, у нас общий с Джимом Роджерсом любимый сектор сельскохозяйственной. Я купил еще акции «Фосагра», о чем ни чуточки не жалею. Но что касается «Газпрома», как говорится, ну, уж послала, так послала. Ну, в общем, удивили, конечно. И теперь вопрос, сду ли я, что выплатят дивиденды, поскольку их уже объявили. Ну, вообще, Данил, сюрпризы, конечно, возможны. Разные теперь в нашу эпоху сложную. Но я надеюсь, что вы затратите. Заметьте, в прошлый раз неуверенное было, было просто объявление. А сейчас и представитель лекционера в лице Александра Новака заверил, что дивиденды будут выплачены. И глава компании Алексей Миллер, если до того выступал все-таки зампред «Газпрома» с пресс-релизом, то теперь Алексей Миллер так же сказал, что у нас все хорошо, дивиденды будут выплачены. Сейчас все-таки веры больше в 30 сентября. Ну, наверное. Ну, вообще, честно говоря, предыдущее собрание, оно какое-то было весьма хаотичное. И действительно, было ощущение неподготовленности какой-то. И никто на себя, скажем так, не брал такого как бы главенства в описании текущей ситуации, тем более прогнозов. У меня такое складывается ощущение, что за это время правила игры стали более ясны. Диапазон свободного движения обеих противоборствующих сторон тоже более-менее понятен. Результаты тоже понятны, как говорится, они налицо. И, в общем, наше достояние, мне кажется, немножечко, конечно, уже в лучшем расположении духа находится, чем в тот раз. В общем, форс-мажор был, но он, судя по всему, от нас уходит. Но будем надеяться, что уйдет. Что касается остального рынка, вот других компаний, про которые сейчас начали писать, «Алроса» там заплатит, «Роснефть» понятно, что платит. Другие компании про «Лукойл», сегодня «Лукойл» акции взлетели. Это спекулятивная игра или есть какие-то новости обнадеживающие? Новостей я, честно говоря, Даниил, не слышал. Есть общая такая молва, такие предположения рынка, что вслед за грандом, за нашим, многие последуют его примеру и будут выплачивать дивиденды, которые были не объявлены по итогам года из-за известных событий. И что сейчас все-таки, потому что эти дивиденды важны, в первую очередь даже для собственников, для государства важны, поскольку в этих компаниях большое государственное долевое участие, то есть, конечно, вероятность, что в компании с госучастием дивиденды будут полугодовые, объявлены достаточно неожиданно. «Лукойл» еще пока у нас без госучастия, или я что-то не понимаю? «Лукойл» и «Лукойл» и «Лукойл» в первую очередь. Я сейчас говорю о «Роснефти», хотя «Роснефть» объявила дивиденды как раз. С «Роснефтью» как раз вопросов нет. К «Роснефти» вообще все у них идеально в этом плане. Ну, может быть, еще и промежуточные будут дивиденды, кстати говоря. Я говорю о «Сбере» тоже самое, и о многих других бумагах с госучастием. Ну, посмотрим, будем, как говорится, посмотреть, будем держать в курсе. А мы все-таки переместимся на то событие, которое сегодня произошло. 1 сентября осень наступает непонятно когда, но в нашем случае все понятно. 1 сентября, сразу погода в Москве изменилась, как по графику. Ну, и статистически, не будем скрывать этого, что сентябрь месяц, и Голдман Сакс нам об этом напомнил в очередной раз, самый худший месяц для рынка акций. Статистически. Это не каждый год бывает, но, как правило, это бывает. И мы видим, пятый день подряд все рынки падают, причем не за что даже зацепиться. Котировки NASDAQ, S&P мы все видим. И, собственно говоря, Владимир, вы, как известный в последнее время шартист, или как мой экс-коллега Ян Янович называл это людей, каратисты. Каратисты, вот, от слова продавать в короткую, но вообще по-разному. У нас как-то пришлось в русском языке шартист, но кто-то говорит каратист. Известный, так скажем, шартист-каратист. Что вы можете здесь сказать? Стоит ли, так сказать, пуститься во все тяжкие и продавать в короткую рынок? И главное, что продавать? Карат-ти, это морковный чай, кстати говоря, в переводе на русский язык. Карат-ти, да. Карат-ти, да. По поводу морковного чая. По поводу морковного чая. Значит, месяц здесь вообще ни при чем. И мне вот это давно уже удивляет умение американцев сваливать с больной головы на здоровую. Значит, Федрезерв объявил крестовый поход инфляции, нарисовал ужасную картину во время своего последнего выступления в Джексон-Холл, а виноват оказался сентябрь. Кто бы мог подумать, нет резерв, нет, а сентябрь, понимаете, в чем здесь проблема. Только всего лишь сентября, а все остальное, в общем-то, хорошо. Ну, если серьезно, честно говоря, я думаю, что ситуация, ну, индексы непредсказуемые. В какой-то момент, конечно, я начал проигрывать рынку, когда NASDAQ отскочил, притом он довольно уверенно отскочил. Ну, и мне напомнило это игру с биткоином, с криптовалютами. Значит, когда они отскакивают, то тут же на рынке очень много аналитиков, которые говорят, ну вот все, сейчас мы снова будем новые вершины покорять. И то же самое здесь. Как только NASDAQ отскочил на рынке, откуда ни возьмись, появилась куча аналитиков, которые начали говорить о развороте тренда и о том, что, возможно, даже будет достижение новых максимумов года. Ну, вот как так можно делать, верить и так далее? Я просто на уровне, еще на фоне ужесточения монетарной политики, то есть я зал стиснул зубы, терпел, как говорится, но я не верил в то, что при такой ситуации действительно индексы могут долго играть. Но это уже должен быть какой-то просто фарш, театр абсурда, наверное, так правильно назвать. Ну и в целом, я сейчас думаю, что сейчас то, что происходит, это более логично, по сравнению с тем, что было в прошлом месяце. Тяжелая неказистая жизнь советского шартиста, как говорили в свое время, только говорили про артистов, и мы про шартистов теперь. Сегодняшние новости, вернее, еще вчерашние. Nvidia сообщила в своей документации, поданной в комиссии по ценным бумагным биржам, что она подпала под санкции американские на экспорт своих продуктов, понятно, что это микросхемы, в КНР, Гонконг и Россию в том числе. И на этой новости, кстати, китайские производители микропроводников в Гонконге даже не шелохнулись сегодня, а вот Nvidia стали падать акции еще на постмаркете, потом на премаркете. А сейчас, я смотрю, усиливается падение, более того, там стали сейчас размусоливать там в Нью-Йорк Таймс, Financial Times, по поводу того, какие еще компании могут пострадать от этого, потому что пока документы от Nvidia есть, AMD тоже. Ну и вот мы видим, что AMD тоже пошло вниз, и в общем ситуация, может быть, зашартить полупроводники? Да, тем более, что я уже давно пытаюсь коммуницировать, что в зоне особого риска находится Тайвань Семикондакторс. Смотрите, какая ситуация политическая нездоровая вокруг Тайваня. Я не знаю, какие нужно иметь стальные нервы, чтобы эту бумагу в длинную удерживать столько времени в портфелях. Да, это шикарная компания, она монополист, пока Intel не построил в Аризоне свой мегафакторе, или как его еще можно назвать, полупроводниковый, по аналогии с тем, что делает Илон Маск. Конечно, это отдельная бумага. Но надо понимать, что мы сейчас, мир объят геополитическими конфликтами, которые могут просто вот так, как произошло действительно с Nvidia, на ровном месте бумагу сорвать и потащить ее вниз. Поэтому я бы сейчас старался все-таки, ну, сектор полупроводников как целый, целиком вряд ли, конечно, потому что на нем все основано, начиная от электроники, заканчивая военными технологиями. И скорее так, что если не будет хватать микросхем, то они, наоборот, вырастут в цене, оставшиеся бумаги от этого выиграют. Ну, из оставшихся я бы однозначно исключил Тайвань, но, наверное, оставил бы в Ланге в таком случае Intel, возможно. Ну, у Intel тупиковая технология, вроде как, она использует, и Intel там совсем уж у них мрачно, потому что у них на 20% упадет выручка в этом году, несмотря на то, что прибыль там... Да, но они строят завод. Ну, возможно, что на безрыбье и рак рыбы, как говорится. А вот все-таки среди кандидатов в шорт, может быть, пошортить инновации? Или в целом рынок? Или, может быть, какое-то вот направление избрать? Или там уже шортили, дальше некуда? Я сейчас скажу, что... Арк Инвест, например. Вот Блумберг сообщает, отток из фондов Арк Инновейшн в августе максимальный за год. А там и так уже оттоки-то кусают. Ну, да, наверное, фонды, которые были связаны с криптой, сейчас будут не в фаворе. Но, с другой стороны, Арк Инвест, вот на этих уровнях его еще дальше шортить. Ну, давайте тогда Робин Гуд еще пошортим или Coinbase. Мне кажется, что их уже достаточно рынок наказал для того, чтобы дальше туда пристраиваться сзади и пытаться эту телегу еще ниже сталкивать. А вот что, на самом деле, недостаточно, на мой взгляд, рынок оценивает, это компании, которые производили вакцины. То есть, по сути, новых вакцин уже достаточно давно нету. Доктор Фаучи ушел в отставку. То есть, главного надзирателя по созданию вакцин больше нету. И слабые производители, там, тот же самый BioNTech и тот же Johnson, ну, правда, Johnson. Да, то есть, видите все, Moderna, Mono, там, производители, где, я не говорю про Pfizer. Слушай, Володь, извини, перебью тебя. Слушай, к Pfizer сейчас поданы претензии, исков на 3 триллиона долларов. Если часть этих исков будет удовлетворена, Pfizer больше не будет. Ну, я в это не верю, если честно. Ну, кстати, Moderna тоже подала иск в отношении Pfizer за то, что они украли у них технологии производства вакцин. Ну, вот Pfizer будет защищаться, естественно, чтобы еще, как бы, бабушка Набы сказала. И коммодитис товаров, потому что в свое время у тебя был прекрасный в начале года такое открытие, почти научное, я бы сказал. Это в лонг, в лонг, в коммоды, да, в лонг зерно, да, он шортит технологии. Сейчас такое не сработает больше? Нет, нет, уже, поскольку зерно отыграло свое, момент, когда разблокированы были, ну, порты на Черном море, и большая партия зерна уже пошла, соответственно, будет вторая и третья. Понятное дело, что кризис миновал, урожай достаточно неплохой, ну, в России вообще шикарный урожай пшеницы зерновых. И в Канаде, кстати, тоже хороший урожай. Да, урожай неплохой, жаловаться, как говорится, can't complain, поэтому все, любые идеи, они имеют свойство рано или поздно самоисчерпываться, поэтому то, что было хорошо в первом полугодии, когда нагоняли эту страшилку, сейчас, наверное, это уже дело прошлое. Ты это говорил про тайваньцев, тайваньцев, а, ну, бог с ним, там, понятно, что ТСМС, там, история, вот, соответствующая, про Китай, ну, черных новостей поменьше, чем про Россию, но прет каждый день, буквально. В СССР, FT, это самые приличные издания, они просто пестрят чернухой про Китай, так что даже уже перестаешь им верить, если честно, потому что, ну, понятно, что там, если Bloomberg напишет или Reuters, это, как бы, на это можно усмехнуться, а все-таки вот эти две газеты, они пока держали марку. Ну, Alibaba и GD.com получили уведомление об аудиторской проверке в США, как она закончится, мы не знаем, там еще ряд компаний, и понятно, что сейчас вот Тайвань, ой, пардон, компании в Гонконге, там максимальные шорты по всем акциям. А Tencent, FT пишет, сократит портфель инвестиций на 14,5 миллиардов долларов, там, кстати, инвестиции в JD, в LiAuto, Tencent Music, что-то может пострадать. Стоит ли там искать какие-то кандидаты для того, чтобы играть в короткую? На делистинге, еще на каких-то историях? Ну, Китай сейчас явно не лонг, Даниил, понятно, что там, во-первых, сегодня поступила информация о том, что у них крупный город достаточно, который, по сути говоря, никогда не находился в локдаунах. По-моему, восточной провинции, граничащий с Тиньшанем, он в локдауне оказался, чуть ли не впервые из-за ковида. Я не знаю, какие там производства, но это крупный мегаполис, с которым там проживают несколько миллионов человек, соответственно, опять же, история продолжается с ковидом, но в отличие от прежни, когда Китай достаточно активно рос за счет того, что он задраивал все эти логистические дыры и ковиды, сейчас у Китая плохие данные по сектору недвижимости. Мы все прекрасно знаем, там большая проблема. Уже не первый год, Вольво предзакрыл заводик, вот сегодня новость вышла. Ну, собственно говоря, Китай можно, наверное, шортить, если вот появляется возможность покупки китайских акций, то у кого-то расширяется меню, так сказать, то там кандидаты в шорт тоже неплохие. Я могу сказать из Emerging Markets, какой Emerging Markets мне сейчас нравится больше всего. Это Индия, потому что Индия, она очень удивительно... Ну, Индия там выросла, но мы уже не успеваем, к сожалению, время заканчивается. Владимир, огромное спасибо. С нами был Владимир Роженковский, мы говорили о событиях на рынке и о инвест-идеях. Ну, какая сейчас инвест-идея? Если рынок от вас отвернулся, не расстраивайтесь, пристраивайтесь. Всего доброго.